добрый вечер коллеги с вами макс канал максим лисовский коллеги сегодня хочу показать вам один из рецептов спотыкача спотыкач у меня будет из черной из ягоды черной смородины но не прямой черной смородины как мы привыкли видеть синюю темную ягодку а ягодка у меня смородина золотистая друзья мои это такое небольшое деревце в рост человека я почитал в интернете за эту смородину и называется она смородина золотистая дерево получается кустик кустик или дерево небольшое без колючек будем делать на этом на этой ягоде здесь у меня ровно килограмм 500 грамм сахара пол литра воды и 750 миллилитров моего зернового дистиллята я уже его разбавил до 40 процентов спиртуозности рекомендуют использовать данный данную спиртуозность в таких рецептах побродил я на просторах нашего замечательного ютуба рецепты есть разные но практически одинаковые и мне два рецепта понравилось сегодня я буду готовить один рецепт от канала самогон саныч все вы его прекрасно знаете рекламы канал не нуждается этот канал уже популярен среди нас саныч вам огромный привет от макса и от моего канала его рецепт не понравился значит нам нужно будет смешать сахар воду ягоды закипятить довели до кипения кипятим 20-30 минут чтобы ягоды полопались и отдали свою ароматику потом выключаем нагрев даем остыть до температуры 70 градусов и вливаем нашу спиртовую основу 40 градусов 40 процентов спиртуозности ребята самогон саныч объясняет тем что при этой температуре в 70 градусов когда остынет наш будущий спотыкач не будут не будут уже испаряться лишние спирты и все будет сохранять сохраняется хранена в на пиво нам напитки потом остынет это все до комнатной температуры возьмем от фильтруем и отожмем через марлечку и отправим на недельку дней десять в темное место топта в кладовую чтобы постояла отдохнула выпал в осадок наш напиток снимем с осадка и будем потом дегустировать и буду я еще делать один тоже напиток тоже спотыкач на других ягодах тоже по совету одного коллеги ну да я потом вам расскажу в следующем ролике приступаю сейчас все смешиваю в кастрюльку сейчас засыпаю заливаем воду пол-литра обычной воды засыпаем сахар засыпаем ягоду 1 килограмм ягод у нас включаем нагрев включаем нагрев и будем ждать за закипание нашего будущего спотыкача как только закипит это дело варим 20-30 минут вывариваем ягоды и даем остыть до температуры 70 градусов я вам все дальше покажу итак друзья мои ягодки закипели у нас я дал старт отчет времени ягодки у нас уже отдают свои вкусности уже полопались вот даже наверное полчаса не буду держать они уже хорошо все полопались подержу наверное минут 20 и все буду остужать до 70 градусов по рекомендации самогон саныча и выливать нашу спиртовую основу 40 процентов спиртуозности коллеги ягода у нас покипела 20 минут все я ее выключаю ягода у нас отдала замечательно разварилась полностью отдала свои вкусности все теперь по рекомендации саныча оставляем остужаться до температуры 70 градусов после чего вносим 40 градусную основу закрываем и даем остыть полностью до комнатной температуры дальше вы все увидите коллеги остыл наш будущий спотыкач ягоды остыли до температуры 70 градусов 70 где-то с половиной градусов сейчас выливаю свой дистиллят напомню крепость 40 процентов спиртуозности можете водку можете самогон лишь бы была крепость не все это все дело мы перемешали закрываем крышкой ухты вкусная коллеги обалдеть закрыли крышкой и даем остыть при комнатной температуре полностью пусть остынет до комнатной температуры потом фильтруем это все дело через сито потом через марлечку или сразу через марлечку как там угодно наливаем в емкость стеклянную и на недельку над ней на десять отдохнуть чтобы выпало в осадок и можно было бы снять чистенький наш продукт все друзья мы встретимся с вами уже когда будем это дело все отфильтровывать всем привет друзья ну что наш спотыкач постоял целую ночь остывал и остыл до комнатной температуры друзья мои вчера я сам себя запутал в этих разновидностях смородины это получается меня не золотистая смородина вот а обыкновенный гибрид крыжовника и смородины просто разновидность еще одна какая-то а золотистая смородина или как ее называют еще по-другому мичуринская вот такая вот вот она то что я вам рассказывал и неправильно рассказал вот это вот золотистая или по-другому называется мичуринская если опять сам себя не запутал друзья мои но по моему уже вычитал должно быть правильно так ну что о где наши капельки все собрались раз и все накрывал пищевой пленкой все капельки назад они нам пригодятся ароматика а шикарная друзья мои это вообще бомба я даже возьму поленюсь ложечку с вашего позволения и ваше здоровье друзья микстурка микстурка а я бы эту микстурку ел и ел да главное что потом можно было бы встать и супруге дверь открыть ноги чтоб ходили да друзья мои кисло сладенькая как раз но то что надо то что надо горчинка вот это спиртовая слегка присутствует класс все сейчас через сито перецеживаем на недельку дней на 10 на отдых и будем снимать сосадка вот и все друзья мои спотыкаешь наш готов вот столько вот мякоти я перецедил все через друшлячок вот ложкой отжал не вижу смысла отжимать через марлю потому что вся мякоть будет здесь и больше только потом нам нам учиться с этим с перецеживание ну друзья мои вот такая у меня румочка сегодня класс спиртуозность легенько-легенько ощущается вот не знаю как вы но я думаю что то мне подсказывает внутри что этот спотыкач долго не простоит не успеет он выпасть в осадок друзья мои ну попробую подержать его пять дней хотя бы пять дней потом отфильтровать шланочка сниму да короче друзья мои если будет что снимать шланочкой я буду снимать постепенно шланочкой в рюмочку все коллеги берите пользуйтесь вариантом это у меня будет спотыкач на ешьте гибрид смородины и крыжовника первый вариант я вам показал по подсказкам самогон саныча его рецепт все скоро будет второй вариант рецепта тоже на ешьте там мы делали по-другому немножко практически то же самое ну в конце там немного по-другому вы все увидите в ролике с вами был макс канал максим лесовский самого на варенье кулинария друзья мои не прощаюсь говорю вам до новых встреч и всем папа